Пожарное безопасность Пожарная безопасность – это надо себя бедить и не подходить никаким исключенным проводам, а то тебя может ударить током или пойти пожар. Пожар – это огонек, но если его оставить без просмотра, может весь лес загореться или дом может загореться. Пожарная безопасность – это надо себя безопасно с огнем вести. Не играть с спичками, не играть с зажигалками. Если ребенок разожег спичку, он может и обожжечься. Если обканием, то тереть будет огонь. Это сто лет надо тереть. Спички беру. Я аккуратно с ними. Вот папа хочет чатник поставить, я так не балуюсь, когда папы нет. Нельзя играть со спичками, особенно с рядом воспламеняющими вещами. Например, как занавеска, когда утюг включать, а сам из квартиры уходить. Квартира может взорваться из-за утюга, например. Утюг может разогреться сильно. И взорваться. Да. Какой еще взрыв. Какой-какой. Просто рубашка, в ней будет такая дырка огромная. Насквозь кофту, от кофты все зажгется, это все пойдет, упадет на диван, с дивана сюда-сюда и получится весь огонь. Нельзя оставлять электричественные предметы включенными, потому что дом может сгореть. Позвонить можно маме или папе. Сначала пожарным, а потом родителям, если ты один дома. Если сразу всех вызвать, то можно 112. Но баловаться с пожарными нельзя, иначе вас родители отругают. Надо позвонить пожарным 01, и они потушат огонь. Ты им звонишь, они приезжают на своей машине со шлангом, с огнетушителем. Пожарным, пожарным, это когда открываешь такое стекло, нажимаешь на кнопку, а там такой дождь в доме идет, и тушит огонь. А ты как думаешь? Я думаю, что когда будет пожарным, надо потушить водой или специальной такой пеной специальной. Вода? Вода. Или песок? Или огнетушитель? Ну, лучше вода, вот так. А мне кажется, огнетушитель. И этот баллончик всегда на видном месте, и он красного цвета. Нажимаешь на кнопку, и вот тушишь. Лучше это все потушить мокрой тряпкой. Ну, просто намотил тряпку и заобразил из огонь. Очень много тряпок надо. Еще лимонадом можно, и чего? И нельзя это все тушить маслом сливочным.